Один украинский боец погиб, 10 ранены, двое травмированы. Так прошли сутки в зоне АТО на Донбассе. Окупанты открывали огонь по украинским позициям 110 раз. На Луганском направлении из 152-мм артиллерии обстреливали Калиново-Попасную, Новозвановку и Троицкое. А из артиллерии 122-го калибра и минометов Новоалександровку, Крымская, Орехово-Попасную, Катериновку, Троицкое и Новозвановку. Из противотанкового ракетного комплекса боевики били по силам АТО в районе Крымского. Под огнем оказалась и станица Луганская, участок разведения сил. На Донецком направлении российские наемники вели огонь по Авдеевке, Шахте-Бутовке, Пескам, Опытному, Верхнеторецкому, Зайцево, Каменке, Луганскому и Троицкому. На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров боевики обстреливали Богдановку, Маринку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по Гнутово, Водяному и Широкино. Толоковку, Новотроицкое, Маринку, Водяное и Лебединское обстреливали снайперы. По Водяному и Широкино также вели огонь БМП. В первые два месяца этого года количество погибших и раненых мирных жителей в результате боевых действий на Донбассе удвоилось по сравнению с ноябрем-декабрем 2016 года. С января в результате конфликта погибли 20 мирных жителей, 91 человек получил ранения. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Отмечается, большинство гражданских пострадали в результате танковых, артиллерийских обстрелов или систем залпового огня. В результате применения тяжелого вооружения разрушены жилые дома, жизненно важные объекты инфраструктуры, школы, больницы. Всего с 2014 года боевые действия на Донбассе привели к гибели 2000 мирных жителей. Еще 6-7 тысяч были ранены. При этом в ООН подчеркнули, что реальное число жертв может оказаться выше. 2 октября 2016 года в зоне АТО группа террористов вплотную приблизилась к позициям украинских защитников и открыла огонь из стрелкового оружия. В результате ранения, несовместимое с жизнью, получил младший лейтенант Мирослав Мысла. Ему на тот момент было 24 года. Там приехало подкрепление российского спецназа, и он чувствовал ответственность за своих бойцов и решил идти позади, прикрывая их. И тогда он и поймал ту злосчастную пулю, которая унесла его жизнь. Боевые побратимы Мирослава Мыслы характеризуют его как примерного разностороннего бойца. Он очень увлекался историей Украины. Своими знаниями он делился и со своими сослуживцами. С ним всегда было очень интересно. Он мог зайти в помещение с бойцами и рассказывать об украинском духе так, что они потом не хотели от него уходить. И это были совершенно разные люди. От 18 до 70 лет. Мне искренне жаль, что от нас ушел такой человек. Он был прекрасным бойцом и просто человеком. Посмертно Мирослава Мыслу наградили орденом Богдана Хмельницкого третьей степени за заслуги в защите Украины. Свои награды в этот раз матери защитника вручили Союз ветеранов АТО и Украинская автокефальная православная церковь. Он, как никто, понимал, что идея – фактор, который ведет украинского воина к победе в этой войне. И он работал в первую очередь над тем, чтобы укоренить эту идею в сердцах всех молодых солдат, воевавших в его взводе. Военное обмундирование Мирослава Мыслы уже стало достоянием выставки, посвященной войне на Донбассе «Украинский Восток». Здесь собрано более 4000 предметов свидетелей боевых действий на Донбассе. Вещами делились бойцы, волонтеры, военные корреспонденты, медики и капелланы. Фронтовые флаги, обстрельные автомобили, форма, шевроны и вещи быта украинских защитников, живых и павших в боях. Они как напоминание о том, какую цену платит Украина в борьбе за свободу. Владимир Грослев, Петр Галка, ЮЭй ТВ Грузовой поезд на перегоне Шипилова-Светланова, заблокированный участниками так называемой блокады Донбасса, с 25 января, изъяли по постановлению суда. Как сообщает пресс-служба полиции Луганской области, транспорт передан на хранение по Паснянскому локомотивному депо. В полиции добавили, несмотря на то, что часть общественности считают действия правоохранителей политическими, полисмены действуют лишь в рамках закона. Вместе с тем участники блокады сообщили об открытии еще одного опорного пункта в Конотопе Сумской области. Выбор мест объяснили тем, что там проходит одна из основных магистралей торговли с Россией. Суд избирает меру пресечения Роману Насирову. Врачи обследовали главу ГФС и заверили, что в неотложной помощи он не нуждается, а значит может присутствовать в суде. Прокуроры просят для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей или залог 74 миллиона долларов. Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Мустафа Наем. Это самый большой залог в истории уголовного процесса Украины. Именно на такую сумму, по данным НАБУ, нанесен ущерб государству в результате противоправных действий главы ГФС. Причиной отсрочки заседания суда Наем считает попытку избежать отправки в СИЗО по истечении нормы о 72 часах. За это время задержанному обязаны избрать меру пресечения или отпустить. Насирова подозревают в причастности к коррупционным схемам сбежавшего нардепа Александра Онищенко. Это вызов для того же самого НАБУ, для антикоррупционного бюро, для Сытника. Год уже прошел и у массы граждан и у того же самого бизнеса встает вопрос. Ребята, вам платятся большие деньги, то есть те же самые детективы получают у них очень хорошие зарплаты. Вам предоставлен карт-бланш за наш счет, за счет налогоплательщиков. И соответственно все ожидают уже давно, ожидают того, что будут действительно большие посадки, большие скандалы связанные с антикоррупционными расследованиями. Насирова это самая большая коррупционная рыба, предположительная коррупционная рыба, поскольку приговора сюда у нас еще нет. Украина и Международный валютный фонд согласовали обновленный меморандум об экономической и финансовой политике страны по программе расширенного финансирования. Как сообщает пресс-служба фонда, это позволяет выделить Киеву четвертый транш во второй половине марта в сумме одного миллиарда долларов. Напомню, кредитную программу ИФФ для Украины открыли в 2015 году в поддержку экономической стабильности и проведении реформ. Общая сумма финансирования составляет около 17 миллиардов долларов. На сегодня Киев получил уже три транша, это более 7 миллиардов. Украинка Леся Цуренко стала победительницей женского теннисного турнира в мексиканском Акапулько. В финале второй ракетки Украины понадобилось менее чем полтора часа, чтобы обыграть в двух сетах француженку Кристину Младенович 6-1-7-5. Эта победа принесла Цуренко 43 тысячи долларов призовых и третий титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Бронзовая медаль чемпионата Европы в прыжках в высоту стала первой взрослой наградой в карьере 19-летней Юлии Левченко. В финале соревнований на зимнем континентальном первенстве в Белграде юная украинка установила личный рекорд – 1 метр 94 сантиметра. Серебро взяла олимпийская чемпионка игр в Рио Рут Бейтия. Испанка показала такой же результат, но за меньшее количество попыток. Чемпионкой стала Айрин Палшита из Литвы, покорив высоту 2 метра 1 сантиметр.